Идею этого дома я привез из Эстонии. Концепция дома навеяна архитектурой в стиле модерн, которая очень много присутствует в странах Прибалтики. Я нашел очень хорошего парня-проектировщика, который также является нашим форумчанином на форуме, Дмитрий Кругляк. Он привык, как все, делать ключи домиком. Лестницы должны быть поворотные, ни в коем случае не прямые. Но спасибо ему огромное, он меня услышал и мою идею, мою концепцию воплотил в то, что мы сегодня видим. Проект мы делали три месяца. Мы его несколько раз переделали. Этот проект мы увеличивали, уменьшали площадь, конфигурацию этого дома. Но две вещи были неизменны. Это дом с плоской кровлей и это дом квадратный. Общая площадь дома составляет 325 метров квадратных. Конструктив дома. Первый этаж – это монолитный каркас. Заполнение газобетона. Монолитное перекрытие первого этажа – плита. Второй этаж – это отдельный газобетон. И та же самая плита. При желании можно поставить третий этаж, потому что на русском позволяют. Мы учитывали ситуацию, что мы находимся на не совсем приятных грунтах. Это торф, это болото. Фундамент у нас соответствующий. Это была плита. Глубина, по-моему, выборки земли около одного метра. Это плита 300 миллиметров, формированная. Она завязана сразу на каркас монолитный. И этот же каркас сверху связывает петель петель первого и второго этажа. Дом утепленным пенопластом. Фасадное утепление составляет 150 миллиметров. Утепление кровли составляет 300 миллиметров пенопласта. Прошедшие две зимы показали, что это было верное решение. Крыша максимально похожа на те самые крыши, которые мы с вами видим в квартирных домах, где мы с вами проживаем до этого. То есть крыша сделана по такому же принципу. Отличие ее от крыши классической металлочерепицы тем, что она является обслуживаемой очень просто. Она является менее затратной при ее строительстве. Тем самым разрушает стереотип, что кровли металлочерепицы получается дешевле. Думаю, что нет и готовятся с этим поспорить. Внешняя отделка фасада выполнена штукатуркой. Это не обычный караед. Мы выбирали, нам хотелось именно максимально плоскую поверхность штукатурки. Поэтому мы отказались от караеда, которая на площади, по-моему, 3-5 миллиметров. Мы выбрали максимально тоненькую. К сожалению, бригада, которая монсировала мне утеплитель и штукатурила немножко, не совсем качественно выполнила свои работы. Фасад в итоге, наверное, подлежит переделке. Где-то местами схалтурили, неплотно лежит утеплитель, а где-то местами плохо проклялась сетка. Но, к сожалению, никто этого не застрахован. Окна в доме самые обыкновенные ПВХ. Был выбор у нас поставить либо теплый алюминиевый пакет, либо ПВХ, но остановились на ПВХ, потому что, на наш взгляд, разница в теплопотерях достаточно минимальна на таком объеме, а разница в цене существенно значимая. Все окна оборудованы наружним ИК-стеклом, так называемым, который отражает солнечные лучи. Наружная ламинация сделана в коричневом стиле, внутренняя ламинация белая. В доме находятся две террасы. Первая терраса – это терраса на первом этаже, такая зона патио, где выход из гостиной. Мы сейчас находимся на террасе второго этажа, где выход из двух спален. Терраса, оборудованная террасная доска-листинница. Сознательно они стали делать пластиковые планки. Терраса, она была вначально заложена в проекте. Единственное, что мы отступили от проекта по факту уже строительства, мы террасу разместили на свайном фундаменте. То есть не на ленте, которую мы планировали сделать, а мы вкрутили сваи, и на сваи путем набора половых лак и бруса мы построили террасу. На террасу есть выход из двух зон дома. Это из кухни и из гостиной. Перед вами выход из гостиной. Мы находимся в центральном помещении этого дома. Это центральное место, самое главное, это совмещенная зона гостиной, столовой и кухни. Сзади меня расположена кухня, она зонирована кухонным островом и, соответственно, вот этим цветовым решением по потолку. Пол – это полированный керамогранит. Кто может быть, внимание, все выдержано в световых гаммах. Это белый, светло-бежевый и коричневый. То есть вот так изначально планировалась световая гамма этого дома. Напротив кухни расположен мой рабочий кабинет. Стена, ограждающая кабинет от зоны гостиной, в виде выполнена из алюминиевого профиля с стеклопакетами. Это обусловлено тем, что стеклопакеты позволяют снизить шум для того, чтобы можно было полноценно спокойно работать. Стекло – это для того, чтобы в общем стиле дом казался легким. Сзади меня помещение, которое, наверное, очень многие женщины начнут завидовать, потому что не у всех они есть. Это помещение – это отдельная кладовая. Холодная кладовая в доме для хранения продуктов. То есть в этой комнате нет отопления, но есть вентиляция. Там расположены морозильные шкафы и полки для хранения продуктов. Это очень удобно, когда зона складирования продуктов расположена именно в зоне, где мы их используем. Некоторые стены в доме отделаны ламинированным ДСП, которые точно также крепятся на каркасным посредством клея. Создают некую видимость деревянной стены, но при этом выглядит немножко по-другому. Такое решение позволило убрать коллекторный узел по отоплению полов. Дом зонирован. Мы пытались его зонировать на зону отдыха, зону общественную, зону кухни. Поэтому в данном случае это единственная стена, которая выделяется по цветовому решению от всех остальных стен из дерева. И мне кажется, что если смотреть на эту стену со стороны гостиной, то мы понимаем, что мы находимся уже в другом помещении. Лестница на второй этаж. Лестница очень простая. Соответственно, бетонная тетива монолитная, армированная. Сверху установлены дубовые ступени. Ступени имеют подсветку диодную, которая включается при наступлении суммерок по датчику освещения. Лестница выполнена практически по требованиям СНИПа, то есть по высоте и по ширине ступени и подступенков, для того чтобы было просто удобно подниматься. Лестница оборудована перилами только с одной стороны, а с другой стороны не оборудована перилами. Это вызвано тем, что не хотелось нагромождать второй слой перил. Мы также видим, соответственно, стеклянное ограждение, которое разделяет зону лестницы от зоны гостиной. Стекло – это закаленное стекло, по-моему, 10 миллиметров оно толщиной. Оно также дополнительно выполняет функцию ограждения. Тем самым делая лестницу максимально безопасной. Второй этаж – это жилой этаж. Соответственно, здесь расположены спальные комнаты моя и детские. У каждого ребенка сделана вся гардеробная. Две детские комнаты – они зеркальные, они расположены асимметрично друг к другу. По проекту это были раздельные гардеробные с входом из каждой детской в отдельную. Но при строительстве мы ушли от этого решения, мы объединили эту гардеробную. То есть это сейчас такая большая комната, проходная. То есть из одной детской можно входить в другую детскую. Решение пополам. Зона жилая – это ламинат. Интересно особенно с плинтусами. Плинтус – это строганая сухая доска, которую мы фрезеровали самостоятельно и красили ее в белый цвет. Много вещей сделано практично, как я считаю. Чтобы всегда можно было что-то где-то быстренькое там подчинить, подремонтировать и создать вид, как будто все было новое. На этих грунтах, на торфе, моя плита в 300 миллиметров обошлась чуть меньше миллиона рублей. Средняя стоимость строительства дома с отделкой, с коммуникациями, наверное, немного больше, чем двухкомнатная квартира в хорошем районе Санкт-Петербурга. Каждый день находим по дому и посмотрим, угадали вы или не угадали. Естественно, находим какие-то вещи, которые, может быть, можно было бы уже переделать, либо от чего-то отказаться. Но в глобальном общем пока все устраивает. Выбирая между домом и квартирой, я выбрал дом, потому что у нас есть площадка, территория. Дальше будем в этом доме жить, смотреть, растить новых детей. И когда не будет хватать комнаты, будем расширяться. Тебе нравится твой дом? Да. Ну вот, это самое главное на самом деле. Это не столько важно, сколько дом нравится мне, сколько дом нравится моей семье. До новых встреч! … Субтитры подогнал «Симон»